В Астане Уралвагонзавод продемонстрировал обновленный танк Т-72. Машина прошла комплексную модернизацию. Инженеры танкового КБ существенно улучшили его защищенность, подвижность и огневую мощь. Традиционно мы каждый год какую-то новинку делаем, все-таки на каком-то из предприятий. Вы знаете, что на РАИ в 2015 году мы демонстрировали эту машину, но идея эта родилась не просто так, потому что мы взяли проблемы тех конфликтов, которые сегодня, к сожалению, происходят на планете. То есть те замечания, которые делались теми людьми, которые управляют нашими машинами, мы их все учли. Боевая машина получила аппаратуру подавления радиоуправляемых минно-взрывных устройств и другие современные решения. Уникальностью этого образца является комплект средств дополнительной защиты, предназначенный для введения боевых действий в городских условиях, который включает в себя модульную динамическую защиту, которая устанавливается на надгусечные полки, на бока башни корпуса, танковый бульдозер-снегоуборочник, который позволяет проделывать проходы в завалах, в баррикадах. Главным событием Кадекс-2016 стала премьерная презентация БТР «Борыс» производства компании «Казахстан Парамаут Инжиниринг» с 57-мм автоматической артиллерийской установкой АУ-220М корпорации «Уралвагонзавод». Вот он, гвоздь программы «БТР Борыс» или, как называют его здесь в Астане, «Снежный Барс». Шасси приводом 8х8 дополнена разработкой нижегородского предприятия корпорации. 57-мм артиллерийская автоматическая установка делает эту машину уникальной и непобедимой. Генеральный директор корпорации Олег Сиенко принял участие в торжественной презентации машины президенту Республики Казахстан Нарсултану Назарбаеву. Глава государства проявил большой интерес к новинке. Необитаемый боевой модуль выполнен в виде дистанционно управляемой системы кругового вращения. Дальность стрельбы машины до 12 километров, скорострельность 120 выстрелов в минуту. Могущество боеприпасов пушки позволяет поражать большинство существующих бронированных объектов. На сегодняшний день в мире не существует БТР и БМП, способных выдержать выстрелов АУ-220М. Благодаря нашему партнеру, нашему сотрудничеству с Российской Федерацией, мы смогли найти хорошего партнера в лице «Уралвагонзавода», в лице «ЦНИИ Буревестник», которые смогли нас поддержать. Наша цель была показать машину с максимально возможным вооружением, которое можно установить на данную машину. Нам удалось найти очень хорошее решение. В скором времени Борис будет отправлен на испытания, по результатам которых определится дальнейшая судьба машины. На сегодняшний день, по сообщению заместителя министра обороны Республики Казахстан Акаса Сапарова, уже в 2016 году первая партия этих БТРов будет направлена в вооруженные силы страны. Другие свои не менее интересные разработки на стенде корпорации УВЗ демонстрировали специалисты Нижегородского «Буревестника». Они представили минометное вооружение и дистанционно управляемые боевые платформы. Миномет классической конструкции 2Б-24 уже показал свою боевую эффективность в многочисленных конфликтах. А бесшумный миномет 2Б-25 предназначен для оснащения подразделений специального назначения. Традиционно внимание посетителей приковано к дистанционно управляемым платформам нижегородских оружейников. Каждое из этих исполнений имеет свои уникальные особенности, которые также гарантируют ему успех. Экипажу в ходе боя нет необходимости покидать машину, покидать заброневое пространство. То есть экипаж постоянно защищен. Первые два дня выставка «Кадекс» работала в закрытом режиме. С техникой знакомились официальные делегации и потенциальные покупатели. На стенде корпорации УВЗ побывали представители Министерства обороны Азербайджана, Арабских Эмиратов, Казахстана во главе с министром Имманголита Самагамбетовым, главнокомандующий сухопутными войсками вооруженных сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Мурат Майкеев, министр обороны Республики Беларусь Андрей Равков и многие другие. По трех двигателей боевых самолетов были подписаны жизненно важные соглашения, проведены значимые переговоры и встречи о развитии сотрудничества, которые на год вперед определят судьбу корпорации УВЗ и ее партнеров.